Первым делом в Весентуках глава региона отправился сюда, в детскую больницу города. Это учреждение здравоохранения совсем недавно пережило серьезный капитальный ремонт. Что интересного, ровно два года назад, 23 августа, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров побывал здесь и увидел, в каком плачевном состоянии находятся многие корпуса и отделения. И после этого учреждение здравоохранения было включено в специальную краевую программу. Сначала отремонтировали поликлинику, два этажа привели в порядок, затем еще один этаж и цокольный этаж. Ну а совсем недавно работы завершились в стационаре, который находится за моей спиной. Привели в порядок и кабинеты врачей, и палаты, и фасады здания. Но на территории было проведено благоустройство. Проводить благоустройство помогла местная администрация, ну а на ремонт учреждения здравоохранения, на закупку мебели в целом из краевого бюджета было выделено около 69 миллионов рублей. Глава края здесь бывал неоднократно, контролировал ход ремонта, ну а сегодня осмотрел, как были завершены эти работы. Мы сейчас выйдем за порог этой больницы, и уже четко будем понимать, что здесь отремонтированы палаты, здесь есть оборудование, здесь есть врачи, здесь хорошая инфраструктура и вокруг больницы. И можно, что называется, уже приступать к другим больницам, а здесь мы приобретаем определенный опыт. Конечно же, мы вот этот комплексный подход, и дальше его будем, конечно, тиражировать на весь край. Очень большие изменения, конечно, в лучшую сторону. Нам все очень нравится, внучка тоже сразу заметила. Конечно, очень красиво, аккуратно все, и все сделано теперь с любовью и для детей. Сюда вложили душу и сотрудники поликлиники, и наши горожане. Вы видели, стены были расписаны красивыми детскими рисунками. Так вот, это не было заложено в смету. Это то, что горожане пришли и безвозмездно поучаствовали на сдаче, внесли свой вклад. И здесь вложена душа всех. Края, города, всех. Есентукская городская больница – это бывший санаторий. Ее передали городу больше 25 лет назад. И за 25 лет практически никаких серьезных ремонтных работ здесь не проводилось. Ну а около 4 лет назад все муниципальные учреждения здравоохранения были переданы Министерству здравоохранения Края. Тогда же была запущена специальная программа по реконструкции больниц, ФАПов, поликлиник. И на эту программу выделялись значительные суммы. Вся эта программа по модернизации учреждений здравоохранения проходит под контролем губернатора Ставрополя. По поручению губернатора проработана программа по реализации укрепления материально-технической базы лечебных учреждений в Крае. С 2016 года эта программа реализуется. В общей сложности получилось практически миллиард рублей. Был выделен на ремонты и на оборудование для лечебно-профилактических учреждений в Крае. Вот сейчас мы присутствуем на одном из объектов, который вошел в эту программу в прошлом году. И окончание работ прошло в этом году. Последние уже ремонтные работы были выполнены как на стационарном учреждении, так и на амбулаторно-поликлиническом. К развитию системы здравоохранения в Крае подходят комплексно. Благодаря работе с партнерами и участию в федеральной программе также были приобретены новые автомобили скорой помощи. Но что касается программы по реконструкции медицинских учреждений, то она обязательно будет продолжена, заявил глава региона. Так, благодаря изменениям в бюджет этого года, которые прошли буквально в июле месяце, удалось добавить в программу новые объекты по всему краю. Очень важно сегодня то, что взяли мы на себя, это оборудование, маммографы, которые мне прямо здесь, прям я уже даже знаю, что такое маммограф. Настолько это оказывается большая проблема для наших лечебных учреждений. Поэтому хотелось бы и оборудование, и ремонты подтягивать, и в то же время кадры подтягивать. Это большая сложная задача комплексная, поэтому очень взвешенно будем действовать. Но темпы, которые набрали мы за последние два года, мы точно не снизим.